МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стертое десятками тысяч ног. В Амурской столице реставрируют парадное крыльцо и само здание ЗАГСа. Помочь не помогут, но сами осторожнее станут. Юные кикбоксеры на практике познакомились с работой матросов-спасателей. Черно-белый внутренний мир. В Благовещенске прошел первый сеанс хулиганского рисования. И сейчас об этом и многом другом более подробно. В эфире новости города в студии Татьяна Жуленева. Здравствуйте. Жесткое ДТП с участием одной-единственной машины случилось сегодня на улице Ленина. В седьмом часу утра Toyota Crown продемонстрировала редким прохожим подъем с переворотом. По словам очевидцев, на участке между Мухиной и Комсомольской водитель иномарки не справился с управлением. Авто сошло с главной городской магистрали, врезалось в электроопору, отлетело в сторону и перевернулось. Водители пассажир седана остались живы, но получили многочисленные травмы. Городские электросети ущерба не понесли, заверили в ГСТК. Опора выстояла, лишь немного наклонилась. Покорежный в аварии Кроун восстановлению не подлежит. Особо осторожными и внимательными стоит быть водителем на пути в село Чигири. Любое, даже незначительное ДТП на Новотроицком шоссе способно полностью блокировать движение по магистрали. Дело в том, что с сегодняшнего дня эта улица частично перекрыта в связи с ремонтом. Тяжелая техника зашла на участок с 4 по 6 километр. Восстанавливать разрушенное дорожное полотно планируют поэтапно. Соответственно, перекрывать шоссе будут частями. До 30 июля ограничат движение по нечетной стороне. Затем с 30 июля по 5 августа почетной. Благовещенскую набережную очистят от тротуарной рекламы. Сделать это авторов незаконных коммерческих творений обязала административная комиссия. Следить за чистотой пешеходных дорожек специалисты теперь будут более тщательно. Такое поручение дала мэр областного центра Валентина Калита. Сейчас идет очень много жалоб от населения по поводу рекламы, которая располагается где попало, как попало. Вплоть до того, что иду по улице Калинина на дереве. Прямо на дереве вот так вот облеплено скотчем. Объявление о распродаже самбери. Ну это что за безобразие. Уже на деревьях стали это клеить. Поэтому давайте как-то пожестче. За размещение рекламы в непредназначенных для этого местах законом предусмотрены штрафы. Они хоть и невелики, до 500 рублей зато назначаться могут многократно. Большинство предпринимателей города, авторы незаконных объявлений, уборку производят после первого визита административной комиссии. Однако власти намерены добиться, чтобы Благовещенск не захламляли вообще. В областном ЗАГСе начался ремонт. К работе приступила бригада штукатуров-маляров. На обновление здания планируется потратить более 2,5 миллионов рублей. Средства уже поступили из федерального бюджета. Когда работы завершатся и что все это время делать желающим пожениться, знает Оксана Курбатова. Поблекшее лицо дворца бракосочетания – процесс обратимый. Маляры совсем как опытные визажисты. Сначала снимут старый слой косметики, после нанесут свежий. На языке рабочих аж штукатурят, загрунтуют, покрасят. Не только фасад, а все четыре стороны здания, которая не видела ремонта 6 лет. За это время по ступенькам прошли как минимум 18 тысяч новобрачных. Теперь крыльцо тоже требует вмешательства строителей. Крыльцо мы полностью демонтируем, убираем старую плитку и кладем новую плитку. Изменений никаких не будут. Цвет единственный, что у нас здесь два цвета было раньше, сейчас один цвет. Первый этаж внутри дворца тоже заблестит свежей краской. Она будет привычного персикового цвета. А вот со статуей Евы, что простояла на входе в зал торжественных регистраций два десятка лет, придется попрощаться. Пыль буквально въелась в поверхность. Ремонт подрядчик обещает завершить к 29 августа. Но желающих обменяться кольцами ждать не заставят. Во время регистрации браков у нас не будут вестись работы внутри помещения. Это у нас среда, пятница, суббота. А в случае, если немного будет незакончен парадный вход, то у нас будут заходить пары со стороны святителя Иннокентия. Впрочем, молодые, которых ремонт все же смущает, смогут стать мужем и женой вне стен дворца бракосочетания. Вот эти зеркальные двери ведут в новый торжественный зал регистрации брака. Только находится он не в привычном здании ЗАГСа, а в торговом центре «Острова». Сказать заветное «да» в этом зале планировали более 50 пар еще 7 июля. Но тогда по ряду организационных вопросов открыть двери для будущих супругов не удалось. Первая официальная регистрация брака пройдет здесь уже в грядущую субботу. Специальный вход с улицы сделали для того, чтобы трепетные невесты и взволнованные женихи не пробирались к месту регистрации через торговые ряды. Оксана Курбатова, Денис Слугов, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». В Благовещенске стартовал конкурс эскизов снежного городка. В этом году состязания между художниками и любителями устраивают заранее, чтобы у профессиональных мастеров было больше времени на обработку рисунков. Одной конкретной темой полет фантазии горожан решили не ограничивать. Вдохновение можно черпать как из масштабных спортивных событий, это, например, грядущая Олимпиада в Корее или чемпионат мира по футболу, так и, допустим, из кинематографа. Снежной фигурой в городке 2018 вполне способен стать любимый мультгерой. Отсканированные эскизы в формате А4 в администрации города принимают до 15 сентября на электронную почту, которая сейчас на экране. Губернатор при Амуре вошел в десятку самых популярных глав регионов. Топ-лист составила компания «Медиалогия» на основе количества упоминаний в различных социальных сетях, форумах и блогах. В рейтинге Александр Козлов оказался на десятой строчке. Так высоко он поднялся впервые. Самыми обсуждаемыми событиями, по оценке экспертов, стало вручение губернаторам паспортов школьникам и выступление Дениса Майданова в Благовещенске, концепт которого, напомню, в Амурской столице в день города организовал именно глава региона. Ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду обещает Минстрой России. Ведомство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Если их примут, штраф для водоканалов вырастет до 300 тысяч рублей. Сейчас максимальное наказание за некачественную воду в кранах – 30 тысяч рублей. Идея увеличить его в 10 раз стала результатом масштабной проверки Роспотребнадзора качества услуг в регионах. Они выявили множество нарушений в работе водоканалов. Об этом сообщают центральные СМИ. К слову, претензии к качестве водопроводной воды были и у Амурского надзорного органа. Напомню, на прошлой неделе питьевая жидкость не прошла пробы по органолептическим показателям. Проще говоря, нехарактерно пахло. Однако накануне специалисты отчитались о нормализации ситуации. На втором Владимирском озере спасатели обнаружили тело пропавшего на выходных молодого человека. Это четвертый по счету утонувший в нынешнем сезоне. В прошлом году их было только три. Чтобы предостеречь детей и подростков от опасных моментов на воде, сотрудники МЧС провели мастер-класс для юных спортсменов из Федерации кикбоксинга Амурской области. Бросить в воду тяжелый спасательный круг девятилетний Гордей вызвался первым. Как и в кикбоксинге, больше уповал на удачу. Для первого раза неплохо, но для спасения человека недостаточно. Не расстроился. Во второй раз забросил конец Александрова уже дальше. Я хочу быть первым. Внимание, основу, деньги. Я буду богатым, если я буду звездой. Руслан Мациев напротив безграничную удачу не верит. Опирается на силу и знания. Вопрос умудрялся задавать, даже находясь в роли пострадавшего. Пока спасатели и другие мальчишки отрабатывали на нем новые навыки. Например, как делать искусственное дыхание, смотреть, живой человек или нет, проверять пульс. В таком формате Амурская МЧС сотрудничает с детской спортивной школой не в первый раз. Говорят, мастер-класс наводен намного интереснее лекций. Ребята могут испытать себя и гораздо быстрее уяснить главный посыл – не геройствовать. Если есть возможность позвать взрослого на помощь, зовите. Когда к нам обратились с Федерацией кикбоксинга руководители о том, чтобы провести для своих детей спортсменов мастер-класс по безопасности на воде, мы, конечно же, пошли им навстречу, чтобы дети знали, как вести себя у воды, что нужно делать, как помочь, как спасти человека, как помочь тонущему человеку, как оказать первую медицинскую помощь. В этот раз полезное занятие посетили 15 юных спортсменов. В таком же формате спасатели готовы сотрудничать и с другими образовательными учреждениями. Достаточно подать заявку. Александра Боровикова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Тренажеры виртуальной и дополнительной реальности появятся в АМГУ. На них будут обучать специалистов для космодрома «Восточный». Помочь оснастить ВУЗ по последнему слову техники пообещала «Роскосмос» в рамках соглашения о сотрудничестве. Документ руководители госкорпорации и Амурского госуниверситета подписали 23 июля на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Главный пункт соглашения – целевая подготовка. Студенты АМГУ будут проходить практику на объектах ракетно-космической промышленности. А лучших из них пригласят на работу на первый российский космодром. Кроме того, в планах открыть в школах при Амуре больше аэрокосмических классов и провести общероссийскую олимпиаду по космонавтике. Лишение свободы сроком до 6 лет вкупе со штрафом в 10 тысяч рублей. Такое наказание может грозить бывшему главному судебному приставу Амурской области Алексею Гришину. Его дело Следственный комитет планирует передать в пропоратуру уже в августе. Об этом следователи сообщили журналистам на пресс-конференции по итогам работы за первое полугодие. За это время они рассмотрели больше тысячи уголовных дел. Закрыть удалось пока только 600. Одним из нераскрытых и очень нашумевших остается тройное убийство в плодопитомнике. Напомним, 2 марта полицейские обнаружили в частном коттедже тела 60-летнего благовещенского бизнесмена, его супруги и сына с признаками насильственной смерти. Сегодня следователи прорабатывают сразу 7 версий случившегося. Отметили следователи и положительную тенденцию. На 23% сократилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Возле центральной библиотеки открылась территория спортивного интеллекта. Под открытым небом выросла новая спортивная площадка, где можно будет не только заниматься спортом, но и читать про него. Облагородить участок перед библиотекой, что на Красноармейской 128, удалось благодаря муниципальному гранту, который в апреле выиграла общественная организация «Мотопатриот». Мотолюбители на полученные 200 тысяч рублей установили 4 тренажера, на очереди скамейка. Для тех, кто о спорте хочет знать больше, будет и своя библиотека. Здесь, кроме спортивной площадки, будет еще стоять открытая, доступная книжная полка, на которой будет выставлена литература, касающаяся спортивных методик, методик физического развития, упражнений всевозможных и так далее изначально. Потом, возможно, будут книги по другим темам. Все желающие горожане смогут не только брать литературу с книжной полки, но и пополнять ее своими книгами. Еще одно ноу-хау библиотеки «Центральный» – ресурсный центр. Он поможет талантливым благовещенцам превратить свое хобби в бизнес. Образовательную площадку разработали совместно с Ассоциацией творческих работников области. Проект завоевал областной грант в 250 тысяч рублей. С помощью этих средств с августа в библиотеке начнут проводить тематические мастер-классы и бизнес-тренинги с привлечением московских гостей. Есть и песочная фантазия, это рисунки на песке, это есть и фаер-шоу, это есть и шоу мыльных пузырей. Кто-то уже оформлен как индивидуальный предприниматель, кто-то нет. Мы всех приглашаем и будем им такой некой стартовой площадкой для того, чтобы они открыли свой бизнес именно в культурной сфере. Они от своего увлечения будут получать доход, а городу они будут приносить вот такое развитие культурной сферы. Получить консультацию, посетить практические занятия творческие горожане смогут бесплатно. Любители уличного баскетбола вновь сойдутся в схватки. В 11-й раз в городе пройдет спортивно-массовый оранжевый мяч. Событие назначено на 12 августа. К участию приглашают команды из четырех человек в четырех возрастных категориях. До 14 лет, 15-16 лет, 17-18 и старше 19. Заявки начнут принимать с 10 августа в Управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи. А старт состязанию дадут 12-го числа в 10.00 на стадионе «Юность». В прошлом году конкуренция на баскетбольном поле била рекорды. За оранжевый мяч боролись 245 горожан. В этот раз организаторы надеются на не меньший аншлаг. О существовании оранжевого и других ярких цветов забыли 10 благовещенских художников, которые стали участниками сеанса хулиганского рисования в подвале 04. В режиме реального времени творцы создавали работы для выставки, что пройдет в рамках закрытой в обла-тусы 28 июля. Не все наши телезрители станут ее гостями, но за созданием черно-белых шедевров организаторы ввели жесткое ограничение на цвет, можно понаблюдать прямо сейчас. «Кисти в сторону, палитру тоже акриловая краска отправляется на холст прямо из стакана. Все само смешается», — говорит Яна Кольцова. Правила художественной школы, которую она закончила несколько лет назад, но уроки хулиганского рисования не действуют. Смыслом свой рукотворный хаос девушка не наделяет. Для нее это арт-терапия. Я воспринимаю все цвета одинаково. Ну, то есть, конечно, какие-то цвета могут выразить настроение скорее для людей, которые смотрят на картину, а для художника не всегда. Так просто вот сегодня мы ограничены этими цветами. Я не думаю, что тут 10 человек в депрессии. Процесс на самом деле быстрый, уже с конкретно баллончиком, когда рисуешь. Больше подготавливаешь. В ряды неформальных творцов затесался и уличный художник с 11-летним стажем Павел. В таких условиях он выражает себя впервые. Вместо стены холст, времени 20 минут и только два цвета краски. Повод показать себя с другой стороны. Современное искусство, постграффити какой-то, художник уличной волны, он уже подвергается такой критике. То есть вот ты рисовал там все время шрифты, а сейчас что-то там другое начал рисовать. То есть недопонимание внутри субкультуры идет, но ты видишь, что другим людям это становится интереснее. Ирине Григорьевой, она пришла сюда на экскурсию, было интересно. Скучных мероприятий она вообще старается избегать. Не ошиблась и в этот раз. Еще и прихватила с собой дочь и ее подругу. Они перевоплотились в художниц. Она – выскатель необычных объектов. Это люди, которые рисуют. Если я их встречу на улице города, я не подумаю, что они способны нарисовать человека, который сам себя взад целует. Ну вот сейчас вот вижу. Необычное черно-белое действие поймет не каждый. Но случайных людей здесь и нет, говорят художники. Для увязших по уши в творчестве новые форматы взаимодействия – это вдохновляющая свобода, новые знакомства и проекты. Александра Боровикова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Актеры сериала «Молодежка» и фильма «Легенда номер 17» сыграют в хоккей с командой правительства Преамурия. Необычный матч пройдет в рамках «Амурской осени». Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной фестивалю. Напомним, в этом году 15-е по счету «Амурская осень» пройдет с 16 по 24 сентября. Количество мероприятий, которые устроят организаторы, удивило даже президента фестиваля Сергея Новожилова. Сегодня, когда директор фестиваля Ольга Николаевна Смирнова озвучила, что у нас будет 128 мероприятий за неделю, то мне саму стало страшно. У нас в некоторые дни будет, наверное, на шести площадках одновременно что-то происходить, если не на семи. Да еще, если берем мы нашу новую форму вопрос-ответ, то даже получается больше. Так что, видите, программа огромная. Амурского зрителя ждут шесть встреч в рамках новой формы «Вопрос-ответ», где пришедшие смогут пообщаться с гостями фестиваля. 24 фильма в конкурсе «Короткого метра». 9 иностранных картин амурчанам покажут бесплатно. Также в рамках осени запланировано 11 спектаклей. Билеты на антрепризы стоят от 500 до 2500 рублей. Продажа откроется 1 августа. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова